Книга «Открытым оком», том 6, вопрос 1561, тема «Смерть». Какие чувства могут у христианина преобладать, когда он слышит о смерти врагов своих? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Книга притчи 24, 17, 18. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Книга Иов, 31, 29. Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Это возвышенное чувство прощения врагам является вершиной в христианстве. Иван Георгий от Матфея 5, 44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Великодушие в прощении врага возвышает человека, дает возможность большего наслаждения, чем упоение кровью поверженного соперника. Книга Притчей, 17, 5. «Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным, а милосердный помилован будет». «Мне пришлось пережить многих моих врагов. Кто бы ни писал кляузы, они все наказаны. Я всегда молюсь перед Богом, чтобы Бог простил этих клеветников и привел их к раскаянию. Но они один за одним сходятся сцены. В поганейшей газете «МК на Алтае» писали не раз припохабные статьи против меня, иногда даже и без подписи. Во время суда я узнал, что писал Самульцев Александр Евгеньевич со слов Петренко ВС, идеолога КПСС. Но вот один парализованную руку не повернет к себе, а о другом вдруг читаю в Алтайской правде за 13 мая 2003 года, что он найден мертвым в подвале. Главного редактора этой газеты порезали и что-то еще хуже того сделали. «Тот юрист, Сайк С.К. исчез от них, суды против них мною полностью выиграны в законном суде. Они достойны великой жалости». А все равно на душе приятно, что правда торжествует. Не радуясь погибели, но радуясь любящему Богу, что Он так защищает нас. «О врагах тоска, они достойны великой жалости. Радуясь торжеству дела Божия, если бы с ними несправедливо поступили, то тогда было бы сочувствие». 1 Коринфянам 13.6 «Не радуются неправде, а сорадуются истине». «Представь себя на их месте, да еще с нашим характером, неуемной энергией и при полной темноте, то есть в неверии, что бы еще более того не наворочил. Так что, да будут преданы забвению преступления всех против меня». Учись, душа, премудрость познавая, сумеем избежать конфликтов, мятежей. Как наточить топор, об этом ты узнаешь, стать миротворцем среди жен, мужей. Учись, сынок, и воскресай из мертвых, сверяясь по писанию сверх сил, дурное отдирая острой теркой. Так в детстве каждого его отец учил. Имея специальность не одну, ты сможешь в душах распахать, засеять, жизнь сохранить и выиграть войну, стать человеком Божьим Моисеем. Учись, сынок, умей прощать обиды великодушно, строя вечный дом, свободно петь псалмы царя Давида, примером в мудрости пусть будет Соломон. Не бойся, научись кроить одежду божественного, испросившись страха, и о болезни озаботься прежде, учась премудрости у древнего сираха. Учись, дочурка, сохранивши девство, уцеломудрись в утренней молитве, как хорошо Христовой стать невестой вслед за иглой, скрепляющей ниткой. Учитесь возвышающим канонам характеру Христа, Сына Марии. В своих грехах не смей искать виновных, Не породнись с лукавнищую кривдой. Учитесь у природы, друг у друга, Напрасно день прожили не учась. Слепой духовно ходит жизнь по кругу, Поесть, поспать, и так за часом час. У ног Христа, благое избирая, Свидетельствуй другим о той любви, Наследницей, дарованного рая, Свободным и ликующим живи. 13 мая 2003 год Игнатий Лапкин Прошлые годы, когда мы жили на Никитинской, а там совсем недалеко от нашего храма, Покровского собора, ну там, где сегодня главная митрополия совершает богослужения, мы ходили в неделю, сейчас 4 раза богослужения были у баптистов, зарегистрированных всех Б. И там было у них в то время не просто баптисты, а соединенные с пятидесятниками под нажимом советской власти. Ну они там гласолали это говорение на языках. И один из них был Мельник, Мельник Иосиф Иванович, высокого роста, с одним глазом. Он где-то отбывал срок на лесозаготовках, ему сучок попал в глаз и выбил глаз. Но он говорил так, и все касался православия. Что-то так он прямо не... И мы тогда уже ничего не... мы же сидим на скамейке. Как только он выходил на капельку, мы сразу поднимались и выходили. А походили-то мы не одни, это было заметно, когда несколько человек среди богослужения... Ну мы выходили тихо, ни дверью не хлопали, ничего. Ну и свои-то его братья-то другие-то и говорят, ну что ж такое-то? Ну ты маленько-то Иосиф, смотри. Он не может сказать, что он один правильно говорит. Остальные-то... это пресвитеры, диакон, у них тоже свои названия-то есть, хотя они в действительности, они никто. Фальшивка все. Ему говорят, ну ты маленько-то измени, но раз сказал, два сказал, там иконы, идолы там и прочее. Ну и как-то бы надо маленько по-другому-то. И вот мы поднялись, уходим, а он кричит прямо с кафедры, Надежда, подожди, не выходи, я буду говорить так. Прямо с кафедры на весь зал-то. Но мы все равно вышли. А он жил где-то тут, около Тольменки, не доезжая. Что-то такое было зерское или какая-то тут станция небольшая. И вот он заболел и умер. И сделал завещание. А завещание было такое. На могиле мне эту тумбочку не ставьте, ну как у баптистов-то есть, а поставить православный восьмиконечный крест. И чтобы на кладбище этот крест нес Игнатий Тихонович. Вот это для меня было вообще, даже ни в одном с неба не увидел. То есть, а работа шла. Они знали, где баптисты объявляют, какой бабки что-то надо сделать, крышу перекрыть. Они придут, а я уже на крыше сижу, говорит, полкрыши ободрал. Вот это все-таки дела. Как помню, сейчас я отвлекаюсь немного, за столом сидим, а предсвитер Никонов Алексей Дмитриевич был. Он где-то на шахте работал, покореженные пальцы были у него. На него за это нападали и там и проще. Ну и вот там, среда, хозяйка-то сделала пельмени, не пельмени, там как такие, больше-то со сметаной. А предсвитер грузный такой. Так что, не будешь, если у нас сегодня пятница. А то, как бы они нападали. Но я делаю эту главную работу наверху-то, молодой. И он, не будешь, он берет мою щашку, как сейчас помню, это тарелка большая, и он ее перепрокинул вот так вот, в чашку, с тарелки на тарелку-то, и тоже подмел туда. Мне так интересно было. Ну, похоже, у нас тоже такие есть. Так вот здесь, то есть между собой у них какие-то разговоры все-таки шли. И вот то, что он при смерти сделал завещание, они понимали, под Кузьмилом крепко им. Ну, я поехал, конечно, мне пришли на дом, сказали. Они насчет этого молодцы. Ну, я приехал, посмотрел, крест тяжелый. Ну, а унесу я его, длинный крест. Я вот так взял где поперечина, а дальше он как-то рисует у нас изображение Христос, когда несет крест. Длинный крест, надо землю же закопать-то, деревянный-то. Ну, и когда тронулся, они по-своему песни поют, все, она меня смотрит. И когда уже выходить стали, я крест взял и пошел. Но они видят, что тяжело нести-то. И здоровые, крепкие ребята, как Толстенко Сергей, этого Василия Толстенко, священник, который стал от них, перешел к нам в православие. И вот он идет и говорит, этот Сергей, брат его, да, нет большей радости для человека, как идти на похорнах поверженного врага. Я вот к этому, то, что сейчас считали, как относиться-то. Ну, подходят, давайте понесем, давай, я нет. Ну, Игнатий, разве кому удастся понести? А я самый первый иду на кладбище. Ну, а за мной вся процессия. Он же, там дети, может, были, я не знаю, кто там был сейчас. Ну, вот видишь как, никогда не думал, что придет, первый раз в жизни нес крест, и больше никогда не пришлось. И кто действительно был самый у баптистов, такой человек неспокойный. И вот как все, Господь все устроил, и у него крест стоит, ну, и теперь ясное дело, что православие снова к нему возвратилось. А он проповедник, был довольно талантливый. Тем более 50-ник был, такая его проповедь была, видно, живая, несонная. Вот как Господь все устрояет, как относиться к врагам. Конечно, как говорил Сталин, вроде бы Сталин говорил, лучше нет ничего, как там, катехинское или какое вино выпить и за гробом врага идти. Вот когда, ну, кто там у него, Бухарин, Рейков, все эти, которые были друзьями, которых он подвел под монастырь. Вот я к этой теме вот такое мог рассказать. Вот, все. Ну, я себя о своих похоронах наказал. Ты, Сергей, знаешь, я на тебя смотрю. Заранее заламинируй Новый Завет и мне на грудь положить. На грудь. Тело мое не обмывать, не раздевать, хоронить в моих стоптанных сапогах. Они у меня тут в прихожей, вот где я сейчас нахожусь, в Барнауле. Сапоги, написано для похорон. Сапоги, стертые вдребезги на благовестии. И на могиле, на кресте сделать какой? Крещок, чтобы не раздувало. И чтобы Второе Евангелие висело там. И надпись была, кроме того, что там какое сделает, кто там что. Это для тех, у кого нет Новый Завет, берите совершенно бесплатно. И все время проверять, есть они или нет. Если его нету, новый повесить. Я хочу проповедовать из могилы. Если даже могилу кто раскопает, чтобы могли найти, там был Новый Завет Евангелия. Такое, чтобы туда ни капли не попадало. И проверить, умер я или нет, чтобы живого не закопали. Я все время опасаюсь. Проверить, там зеркало ко мне поднести, говорят, перышком в носу надо пощекотать, где-то порезать. Ну, короче, на сто процентов убедиться, что я уже не здешний. У меня есть стихотворение «Не спешите меня хоронить». Виктор Николаевич Ставченко поет его «Не спешите меня хоронить, я прощаюсь с оставленным телом». И вот как вокруг враги насядут, бейте только прицельно и точно из псалтыри и из тысячи ружей. Виктор Николаевич хорошо его исполняет, поет, может быть, даже включить «Не спешите меня хоронить, я прощаюсь с оставленным телом. Обредите меня для войны, для последнего страшного дела». Вот я об этом озаботился. У нас отец умер когда, у него 10 детей. Три рубля только нашли у него. Ну и интересно, вот отец контуженный был, не слышал. А Павел наш хорошо слышал, даже в КГБ работал одно время. И как только отец умер, он лег на его кровать. Утром встал, уши не слышат ничего. И по сегодняшний день глухой с аппаратом. Вот что-то есть это ни раньше, ни позже. И вот о похоронах, когда это все вспомнишь, а как оно у вас будет, что с собой захватишь? Как жена миллиардера в Америке, какое-то было бриллиантовое платье у нее, и она как зажала пальцы, и так не могли разжать кусочек, этот отрезали. С этим умерло все, что захватило в этом мире. Конечно, хотелось бы христианскую кончину с покаянием, исповедоваться, пособороваться, причаститься, но от этого спасение не зависит. Как Богу угодно. Он дело это покажет. Каждый день мы читаем молитву вечернюю, вот мне гроб предлежит, вот мне смерть предстоит, суда твоего боюсь, я грешу. Вот мы все время готовимся, сон как смерть. Встань спящий, воскресни из мертвых, а осветить тебя Христос. К этому нам там не привыкать, нам все знакомо, и ангелов знаем, ну конечно, не все, но не так, как неверующий умер, он ничего не может понять, что такое-то. А мы это ждем, об этом, молимся. Я никогда не думал, что доживу, вот 81-й год, это вообще, у меня сердце так прихватывало, в 5 лет помню, шел и дыхнуть не могу, и потом все исчезло. Вот такое дело. Ну все, вот что я хотел сказать. Продолжай дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok